В то время как Цахал продолжает операции по уничтожению боевиков Хамас в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, правительство Израиля сталкивается с все более настойчивыми призывами к прекращению огня со стороны некоторых из своих ближайших союзников. Это происходит после серии боев, в том числе ошибочного убийства трех израильских заложников. Боевые действия привели к масштабным разрушениям на севере Газы, массовой гибели мирных жителей и перемещению большей части населения на юг Анклава. Вынужденные переселенцы выживают за счет скудной гуманитарной помощи. Накануне десятки людей окружили грузовики с ней сразу же после их заезда на территорию сектора через КПП Рафах. Находящийся в них груз растаскивали буквально на ходу. Израиль согласился открыть один из своих пограничных переходов в Кирим-Шаломе для доставки дополнительной гуманитарной помощи. Как ожидается, Совбез и ООН может потребовать от Израиля открыть воздушные, морские и наземные пути для доставки грузов в Газу. По сообщениям, Израиль и Хамас готовы к новому обмену заложниками и заключенными. В то же время группа европейских парламентариев присоединилась к призывам о прекращении огня после поездки на контрольно-пропускной пункт Рафах. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе поездки по Ближнему Востоку подчеркнул приверженность США праву Израиля на самооборону. Но в то же время стремится убедить власти принять меры по уменьшению ущерба гражданскому населению.